Чебуреки на сухой сковородке. Это то, что мне нужно для теста, для чебуреков. Вот я обычно делаю на пол-литра воды. Замесить густое тесто. Это тесто полежит, пока я буду делать фарш для чебуреков. Буквально 5 минут и тесто готово. Такое жёсткое получилось у меня, крутое. Мясо я приготовила для чебуреков. Говядина и лук у меня. Лук подготовила. В таких пропорциях. Количество мяса и такое же количество лука для чебуреков нужно будет. Видите, какое количество лука. Фарша и лук одинаковое количество. У меня даже лука немножко больше. Но пусть лучше лука будет больше, чем лука меньше. А вот и ничего лишнего больше сюда не буду класть, кроме соли и перца чёрного. Никаких приправ, никаких усилителей вкуса. У нас и так мясо натуральное. Не используйте фарш покупной. Неизвестно, что там в этом фарше есть. Всегда покупайте мясо, сами его прокручивайте, и вы будете видеть. И точно знать, что у вас там. Вы его помоете, удалите все жилки. Буду всё это... Перед, соль добавила. Всё это буду теперь перемешивать. Угу, какое количество лука. Мясо сейчас смешается с луком. Лук это самая, самая хорошая приправа. Самая лучшая приправа для мяса. Это лук, соль и чёрный перец. И шедевр вам обеспечен. Шедевр кулинарии. Я сегодня буду жарить чебуреки на сухой сковородке. Можно, конечно, по этому же рецепту пожарить в масле, как обычно. В растительном масле. Я буду делать на сухой сковородке. Нежное. Тесто без яиц. Яйца не добавляются для того, чтобы оно было более такое мягенькое, нежное, не жёсткое. Именно такое тесто нужно для чебуреков. Вот такие шарики буду нарезать. Примерно. Больше муки. Чтобы оно не прилипало. Тут, как говорится, то, что края кривые. Ничего страшного. Мы потом всё лишнее отрежем. И ставим только всё, что нам нужно. Чё суть заключается в том, чтобы раскатать тоненько. Чтобы тесто было тонкое. Такой толщины мне достаточно. Кладу фарш. Мясо разминаю его, чтобы оно было не толстым пучком. Распределено, чтобы лучше прожарилось со всех сторон. Мясо пропиталось лучком. И в итоге получился очень сочный и вкусный чебурек. Так. Так я обычно делаю. Так. Скрепили концы. И лишнее убираем. Убираем лишнее. Один готов. Вот у меня готовы уже два чебурека. Я положила их на сковородку. Предварительно разогретую. У меня обычная чугунная сковородка. Бабушкина чугунная сковородка. Я буду на ней жарить. Она мне по размеру большая. Как раз подходит для двух больших чебуреков. Все. Оставляю одну сторону 7 минут. И другую сторону где-то 7-8 минут. Так. Вот у меня 7 минут прошло. Надо переворачивать. Немножко у меня сок начал вытекать из второй. Из второго чебурека. Нужно будет получше закреплять. А этот вот правильный. Видите, как надулся. Как чапати. И переворачиваю. Все. Ничего страшного, что чуть-чуть вытекут сок. Это ничего страшного. Главное, огонь сильно не делать. Большой. Чтобы они не сгорели. Ну вот. Первая партия у меня уже готова. Вот мои две штучки. Уже пожарились. Вот они какие выглядят после жарки. Вот они немножко остыли. Вот с другой стороны тоже обжарился. И теперь, пока они не совсем остыли, нужно обязательно сматать масло с собачьим. На вкус они получаются совсем другие, чем которые жарятся в масле растительном. Другой вкус получается. Вкус печеного теста. Вкус запеченного теста. Сегодня у меня Алиса пробует. Алиса пробует сегодня чебуреки. Давай, Алиса, я тебе чаёк налью. У меня будет другая партия. Выпекается. Очень вкусно. Конкретно как вкусно. Сочно. Мягко. Прожарено. С маслом. С маслом это плюс или минус? Для кого как? Чаёк. Очень вкусно. Горячие, стулы с жару. Смотрите, какая красота. Мясо с лучком пропиталось. Ммм. Очень вкусно. Просто волшебно. Давно такое не ели, да? Да? Ммм. Хоть и лето, а всё равно хочется чебуреков с моржом, да? В доме жарко становится, но ради такого стоит потерпеть. Да. Вывод такой сделали. Что пеките чебуреки. Правильно? Конечно. И будет вам счастье. Пока-пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok